Пакуль представницы прихожей половы человечества рыхтуют до свято свои лепшие уборы, мужчины напередодни 8-го соковика, збянтежанные пытанням, что подарит своим дорогим женщинам. Безумовно, головный символ свято – кветки. Напередодни Международного жанучшего дня великий выбор букетов и флористичных композиций пропануют шматлики гандлевые кропки. Святочные кветковые рынки з'явились в каждом районе Гомеля. Гандлюют тюльпанами на припынках и скрыжаваннях. Каштуя одна кветка в среднем – 2 рубли. Букет с трех тюльпанов – 5 рублев. Некто с продавцов выросчевает тюльпаны самостойно. Гандлевать проезжают наводь з інших областей. Иншие купляют кветки у фермеров або заказывают голландских прихожунь. На выбор так само пропануют нарциссы по 1,5 рубля и галинки мимозы за рубель. Корыстаются популярностью кветки у горшках – примулы и геоцинты. Их продают по 5 рублев. Не глядяши на тое, что на 8-е соковика, звычайно дорадь весновые кветки, многие мужчины застаются верными классицы – с солидным букетом руж. Кошт одной кветки пачынается от 3 рублев и залежить от гатунку. Букеты можно сформировать на свой густ и кошелек. Такое кветковое багатие задоволець наводь самого потребовального кавалера. А чаго на самой справе хочут жанчины. Это складанное питание мы задали сёння гамильчанкам, как доведаться, який подарунок до свято их особливо порадуя. На 8 марта поездку в Париж. Желательно бы так. Город любви, а что же вы хотите? 8 марта – это весна, это любовь. У меня вот пятеро внуков, два сына и две невестки. Я бы хотела от них, ну, наверное, уважения, любовь, увидеть их, ну, улыбающими, счастливыми. Тогда я буду счастлива. Это, наверное, для меня будет самый любимый подарок. Я, как любая девушка, хотела бы, в первую очередь, ну, внимания, конечно, а подарок – это уже так, как бы. Любому подарку была бы рада. Ну, не то, что конкретно, что-то я, как бы, всегда бы, не знаю. Я бы, в первую очередь, хотела бы цветы получить. Это, конечно, ну, как любая девушка. Мне бы было приятно. Скажу честно, я противник дорогих подарков, поэтому меня больше радуют какие-то приятные мелочи небольшие, да. Пусть это будет семейный ужин, пусть это будет, там, какой-то цветочек или скромный букет сульпанов. Я думаю, что этого будет достаточно в этот весенний день для того, чтобы поднять настроение, как и мне, и дочке, и мужу. На 8 марта я хотела, конечно же, получить, в первую очередь, эти цветы, и самое главное – это тюльпаны, это самые весенние цветы, символ 8 марта. Но также от погоды солнышко и тепла.